Всем привет, с вами Бланк. Это игра Rise of Kingdoms. Сегодня вышло обновление, 3 часа нельзя было заходить в ROG. У нас, как обычно, на почту ничего не пришло, к нам уже никакие обновления не приходят. Я, в принципе, хотел что-то в интернете почитать, что там пишут по поводу обновления. Потому что до этого как бы предварительно я только знал, смотревший там стрим легенд Рони, ну и плюс как бы не совсем все понял, поскольку он там и листает, и плюс английский не в совершенстве. А у нас на почту вообще ничего не приходит. Просто совершенно ничего. Мы только об обновлении знаем, когда оно уже вышло. Так, поэтому сейчас придется зайти на какой-то другой сервер. Я уже там смотрел обновление. В принципе, оно интересное, но там мне будет всего интересным только два момента. Хочется посмотреть, как оно будет работать именно в деле. Сейчас зайду, гляну. Так. Сюда. Что касается, допустим, керольки Баллады Иоанна, мне, в принципе, это не так уж интересно. Мне именно интересно, как будет сама механика игры развиваться. Потому что там написано, что рекорды будут всякие в керольке, ну то есть такое. Но это не принципиально, потому что оно все на аду приходится легко. Все, что нужно, как бы, ты себе забираешь. Даже с Т4 Ад проходится. Поэтому, как бы, ничего сложного нет. Сейчас зайдем, почитаем. А тут почему-то все на почту приходит. То есть я не могу понять, почему. Так. Так, так, так. Система королевских навыков. Мы никогда не прекращали искать реликвии древних цивилизаций. В недавно обнаруженном старом храме нашлась фреска с изображением легенд о королях древности. Руны на фреске открыли новые могучие навыки, которые может применять король. То есть первый навык. У правителей королей появится в распоряжении три новых могучих навыка. Первый это налог. Ускоряет сбор ресурсов по всему королевству. Пока действует ускорение, часть собранных ресурсов изымается как налог и передается королю. У нас это уже активировали. Баф короля это плюс 30% к сбору. 1% идет королю. Но там написано, что не более 10 миллионов единиц каждого ресурса. То есть, по сути, получается 10 миллионов кукурузы, там дерево, камни и золото. То есть, это не совсем много копейки, по сути. Вот это вот заточение я хочу оставить на потом, потому что это самое интересное. Система Королевская газета планируется постепенно запуск для всех королев в течение двух недель после обновления. Свободный обмен информацией – важный шаг в развитии коммуникации и символ продвинутой цивилизации. Каждый день в лице мудрости будет появляться новый пуск Королевской газеты. Ну, что касаемо, допустим, Королевской газеты, она мне тоже, в принципе, неинтересна. Будут появляться статьи о всех крупных интересных событиях королевств. Но это, по сути, я понимаю, что это, в принципе, что-то вроде истории. Вы можете отмечать, какие статьи вам нравятся, какие нет. Газета позволит всем правителям оставаться в курсе крупных событий, не вкидая в свой уютный дом. То есть, это прикольно, как бы весело, как бы и не более чем. Улучшение кирольского кризиса и баллад Иоанна. Статистика по исцелению в кирольском кризисе и балладах Иоанна теперь учитывается и отображается вместе с прочими данными в разделе «Статистика» в левой части экрана. Добавлена статистика по исцелению и список злобы. Но, в принципе, эти обновления как бы нужны, кто любит заморачиваться по поводу всяких ивентов, кто в них участвует как бы не только ради наград, а которому действительно нравится. Если вы в них участвуете только для того, чтобы взять награды, вам не так будет интересно. Для кирольского кризиса и баллад Иоанна добавлена кнопка «Зелье». Она позволяет быстро покупать и использовать зелье. Добавлены зелья мудрости. Так, ну, впрочем, какие зелья добавлены, как бы это уже будет видно. Кирольский кризис. Вожди активизируются только когда их атакуют правители. Вот это, кстати, интересно, потому что я так понимаю, что на этих братьях у некоторых возникали проблемы. Хотя можно было бы пройти там совершенно легко, как бы неважно, кто кого бьет. Кирольский кризис. Правители теперь могут голосовать за сброс вождей всего поля в бою. Кирольский кризис. Добавлен рейтинг по времени прохождения. Теперь быстрое прохождение – одна из целей. Ну, то есть, возможно, добавят какие-то там мелкие награды, кто быстрее пройдет. Тогда будет интересно. Кирольский кризис. Под отрядами появилась кнопка «Держать позицию». Если нажать, отряд становится и будет держать оборону. То есть, я не совсем понимаю, как это будет работать. В принципе, вы и так стоите и держите оборону. Может, он начнет бить, если к нему подходят. Но это тоже, в принципе, не важно. То есть, я не понимаю. Там легко контролить, как бы, для чего это нужно. То есть, я не понимаю. Баллада Иоанна. Если вы случайно выйдете с экрана события, то сможете быстро вернуться в компанию через окно в левом нижнем углу. Ну, это нормально, как бы, если вы там вышли, вы случайно. Но, в принципе, и так можно было быстро перезайти. Баллада Иоанна. При первой отправке войск, после входа в компанию и после разгрома вашей команды, на вас не будет действовать ограничение, нельзя отправить войска, пока у вас или у ваших товарищей по команде статус в битве. Ну, это хорошо, потому что бывают такие инвалиды. Раньше что-то проклацались, быстрее выбежали, сразу в бой. Ты стоишь, смотришь. Ну, и плюс, как бы, быстрее и комфортнее будут проходить. Баллада Иоанна. Добавлена возможность пропустить заставку. Тоже нормально, но, в принципе, проходишь один раз, ничего страшного там поклацать. Ну, как бы, можно и пропустить. Другие исправления и улучшения. Прочие изменения. Улучшена система несовременного ученика. Включая призы и призов за отборочные испытания, промежуточность тур стала чуть меньше, зато за финальный экзамен больше. Ну, кто хочет заморочиться, допустим, по поводу кристаллов. Ну, да, это нормально. Скоро перезапуск несовременного ученика, оставайтесь с нами. Событие прошлого слава в потерянном королевстве, если текущий этап не заканчивается за три дня, система принудительно завершает его, переходит к следующему. Вот это я считаю правильно, поскольку, допустим, что касается КВК «Свет и Тьма», оно как-то устроено так, что если у вас на сервере много людей, а Рок стремится к тому, чтобы на сервере было много людей, то вам реально тяжело. Ну, то есть, даже, ну, то есть, условно туда приземлилось, там, скажем так, 700 человек. И ни ресурсов, ни варваров, ничего, как бы, нету. А тут хоть какой-то будет баланс, как бы, что если вы постарались собрать у себя на сервере много людей, то у вас хоть какой-то бонус. Хотя, в принципе, там оно все проходит за один день, каждый этап, но если декут три дня, как бы, ну, то есть, я считаю, что вот это вот правильно. Исправлена ошибка с дополнительными бонусами. Ну, еще вот, что хочется сказать, за три дня, мне кажется, они просто стимулируют сервер или к развитию, или чтобы просто покинули этот сервер, поскольку бывает такое, что люди остаются на мертвых серверах, то есть, ну, набирают, там, я так условно, то есть, не знаю, у кого как, ну, чтобы первое место взять, допустим, я смотрел, там, 30, 40, 50 миллионов очков на наеме нужно набрать. Это очень мало, естественно, они, как бы, остаются, чтобы там СМПшки позабирать. Ну, и тогда, как бы, и к ВК вы подойдете плохо, если у вас один альянс на сервере. Исправлена ошибка с дополнительными бонусами к параметрам разделе особый талант. Для амулета Дилайн и кулон Вечной Ночи. Это надо будет посмотреть, его же вроде уже исправляли. В потерянном королевстве можно посмотреть, сколько очков чести заработали отдельные участники альянса. Ну, это я уже видел. Так, начало исследования технологии альянса теперь нужно подтверждать еще раз, что правители не начали его случайно. Ну, это нормально. Битву в Закатном Каньоне теперь можно пропускать с экрана строя, не дожидаясь загрузки поля боя. То есть это тоже хорошо, кто не хочет смотреть просто раз-раз. Улучшены звуки на экране альянса, то есть я уже посмотрел, да, звуки, то есть, действительно прикольные, интересные, как бы, нормальные все они сделали, особенно из наушников. Ну, то есть, чтобы именно звуки были качественные. Исправлена ошибка со слишком долгой загрузкой игры. Ну, по поводу этого я не знаю. В принципе, наверное, как грузилось, так и грузилось. Может, настало чуть быстрее, я не в курсе. Ну, и до этого, как бы, нормально все было. Так, улучшен календарь событий. Так, это неинтересно. По завершению подбора соперников для Ковчега на экран событий появляется больше информации о двух альянсах, в том числе их общий ранг. Ну, это, я думаю, интересно, по крайней мере, ну, ты будешь знать, против кого борешься, потому что, ну, сейчас выходит так, что, если ты находишься на сервере, то в Ассирисе ты более находишься в альянсе ферм, а, допустим, попадаешься против реально там альянса 7-8 миллиардов мощности с полностью прокачанными техниками, хотя бы, чтобы ты знал, чего там ожидать. Плюс-минус хотя бы. Поэтому мы сейчас скачаем, как бы, другие альянсы, чтобы полностью были прокачаны технологии. Теперь вернемся к началу. Что мне тут стало интересно, это заточение. Выбранный город закрепляется на месте на определенное время. То есть, первое, интересно, на какое время? При определенных условиях навык можно будет применять даже против городов в других королевствах. Вот это вот очень интересно. Почему? Потому что, я думаю, многие на карте КВК сталкивались с таким, что человек, допустим, приземляется, выводит куда-то там свои отряды и так далее, или нажимает случайный телепорт, принимая сбор, а отряд его, допустим, один находится где-либо. Он зашел, допустим, кому-то и нажимает случайный телепорт. Потому что ему бежать в домик долго, он там порезал кого-то. Здесь, как бы, такого не получится. Я так думаю, мне будет интересно, как это работает, если это действительно будет так. Вот эти вот пролетные ребята, которые вылетают, там, бам-бам, кого-то порезать, и кому-то заходят и улетают, их за это, как бы, будут наказывать. Если ты там находишься, допустим, ну, ты вышел, побился с кем-то, и они, как правило, потом нажимали случайный телепорт, или просто телепорт, неважно, в принципе. Забегали домой, нажимали телепорт. Щит надеть не могут, потому что они находятся в состоянии войны 15 минут. Тут, как бы, такое дело будет наказываться, поэтому лично мне кажется, что, поскольку я не знаю, как оно будет работать, как часто можно будет использовать этот навык, нужно будет относиться аккуратнее к этим случайным телепортам и выходам на карте КВК. Возможно, на третьем оно не так скажется, но на втором, сами знаете, что когда выходишь, допустим, в первую зону, то есть боевых действий, то есть пятую, нажимая случайный телепорт, начинают всех гасить. Тут может быть такое, что вас просто ноль нут. Ну, да, так оно и получается. Щит надеть вы не можете, ТП, возможно, вы не сможете ее замыть. Не знаю, опять же, как часто этот навык можно будет использовать, но это будет очень интересно. Так, это, мне кажется, вот это самое интересное в обновлении. Ну, и плюс, помимо всего этого, это лидер. Отряд из вашего королевства в радиусе действия навыка становится отрядом лидеров и повышает боевые параметры всех отрядов рядом с собой. Но, скорее всего, этим отрядом нужно будет выбирать какую-то очень толстую пехоту, которая вообще не вносит урона и как бы, ну, беспонтовая, по сути, что-то типа Ричарда Мартелла. Ну, как бы, урона внести не можешь, если тебя никто не бьет, то от тебя ноль импакта. Ну, то есть, совершенно ноль, но на такой отряд теперь выгодно будет повесить баф лидера и он будет повышать боевые параметры всех отрядов. Потому что, если повесить на какой-то другой отряд, я думаю, что метка эта будет видна, этот отряд быстренько развалят и все, то есть бафы пропадут. А теперь, мне кажется, опять появится смысл именно в Ричарде и Мартелле, потому что, если этот баф будет висеть долго, то есть долго я подразумеваю, то есть хотя бы минуту, хотя бы две. Это реально долго в поле и он будет реально всех бафать. Ну, смотря на сколько же опять он будет бафать. Если будут там бафать на 5%, это, конечно, не будет так существенно. Если он там будет бафать на какие-то там плюс 10 защите или, ну, еще там плюс 5, плюс 5, плюс 10 защите, допустим, плюс 10, 15 скорости бега или там защита от нюка, то есть будет очень много. Если он каких-то будет давать статус плюс 5, плюс 5, плюс 5, то есть баф короля, это тоже круто. Вот эти вот два самых главных обновления, я думаю, мы посмотрим, как они работают на карте КВК. И опять же появится смысл, я думаю, именно в связке Ричард и Мартелл, потому что, ну, в поле, да, я не спорю, одна из самых беспонтовых связок, но, по сути, она самая оживучая, то есть пробить ее практически нереально. Если ее не трогать, она, конечно, урона не вносит, а теперь получается, что ее трогать придется. Хоть шире нет, его придется бить. Так что, всем спасибо, кто посмотрел. Всем счастливо.